И снова всем привет, с вами Реторн, и мы продолжаем прохождение игры Беларсов Фетарнити 2 Дэдфайр. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы наконец-то добрались до острова Матаро-Укози по одному из побочных заданий. И скорее всего это будет не очень быстрое побочное задание, потому что, если я не ошибаюсь, нам нужно здесь только найти информацию о некоем месте. Давайте почитаем, что нам нужно сделать. Принц Арухи отправил экспедицию на остров Матаро-Укози, служивший укрытием и светильщем в дни существования Укайза. Арухи считает, что именно там можно найти сведения о местоположении потерянного города. Однако исследователи так и не вернулись. Принцу нужен кто-нибудь, кто выяснит судьбу экспедиции и добудет собранные данные. Можно не сомневаться, торговая компания уже снаряжает туда собственные отряды. Вот остров открыл местный картограф Атепу, которого можно найти у статуи Хайли, к западу от тронного зала дворца. Если верить Атепу, в Ахаке весьма серьезно относятся к охране своих священных островов. Ну что ж, давайте посмотрим, насколько все серьезно. Стоянка Матыкао. Вы сходите с корабля на тихий пляж. От самой гуще джунглей вас выделяет плотная поросль. Вы видите, что здесь уже высаживались. Следы ног в ботинках ведут прямо в джунгли, но обратной цепочки нет. Давайте прислушаемся. На пляже подозрительно тихо, и вы не сразу понимаете, чего именно не хватает. Течь их песен. Потом вы замечаете какое-то движение среди деревьев. Вы не одиноки. Отличный есть вариант побежать к деревьям с диким криком, размахивая оружием. Показать пустые руки. Я вас вижу. Давайте просто поговорим. Из зарослей невозмутимо выступает несколько воинов Уана с лицевой раскраской в Ахаке. Улыбаясь, вперед восходит высокий воин. Отличное ощутие, друг. Позволь нам сказать. Он указывает на какую-то точку на берегу. Но мы, кстати, с Ахакей же подружились. Возможно, это и хорошо, что мы сделали это задание раньше, чем пошли сюда. Скрестив руки на груди, воин Ахаки проходится по вам оценивающим взглядам. Проведенная краской линии подчеркивает и без того жесткие черты его лица. Он для них вызывает широко разъянных рот. Приветствую. Ты нам знаком, чужеземец, Илазвот Эмбета. Но твое присутствие все равно беспокоит меня. Он, не торопясь, осторожно взвешивает в ладонях свою секиру. Ты на острове Матары-О-Кози. Я вижу по твоему лицу, что ты не подозреваешь, что он значит для моего племени. Илаз Экира спокойно висит у бока, но пальцы крепко сжаты. Я знаю, что он значил для ваших предков. Этот остров был частью древнего маршрута, по которому ванны могли спастись от любой напасти. Экира, а ты знаешь нашу историю куда лучше, чем я думал. Тебе удалось добиться расположения в Ахаке. Именно поэтому я скажу тебе это словами, а не копьем. Не ходи в джунгли Матары-О-Кози. Для нас это нарушение традиции, а для таких как ты – прямой путь в кишки Рикиху. Мне казалось, принц Уана понял мои слова. Следует напомнить ему, что вход в руины в джунглях карается смертью. Эмбета сужает глаза. Я ищу пропавшую экспедицию, а также какие-нибудь сведения об острове Укайзе. Он переглядывается с другими воинами. В этом взгляде чувствуется что-то очень личное. Здесь ты найдешь лишь кости и гниющие руины. А может и что похуже. Сердце в джунглях сквернено. Природа этого острова порочна, и твое присутствие заставляет ее истекать слюной. А, ты так говоришь, будто природа имеет собственную волю. Эмбета молчит, но в этой тишине висит предостережение. Что на Матаро Кози такого опасного? Мы не ходим в самую глубину джунглей, но знаем, что природа там лишилась рассудка. Он выдерживает долгую паузу, чтобы вы в полной мере осознали его слова. Не мне передавать тебе рассказы, что ходят среди моего народа. Не нарушай запрета. Матаро Кози забрал много, много жизней. Ты даже не представляешь, сколько. Понятно, вернемся к моим вопросам. Такое любопытство тебя до добра не доведет. Почему ты так уверен, что меня прислал сюда принц? Здесь высадилась экспедиция из Никитаки. Думаю, ты уже знаешь, что исследователи не вернулись. Не удивительно, что принц отправил за ними еще одну группу. Богатство волнует его куда больше, чем жизни подданных. Это ведь ты отправил принцу откровавленную ткань. Экера. Остров закрыт для чужаков. Всех, кто слушается запрета, ждет смерть. Принц скормил острову группу исследователей. От них осталось только иссохшие тела и окровавленная одежда. Если Аруихи и дальше будет повторять свои ошибки, боюсь, против чужаков он долго не выстоит. Ну а тогда и пропадем пропадом. Энбета сплевывает на песок. Принц Никитаки должен ставить желание своего народа выше своего честолюбия. Почему в Ахаке защищают этот остров? Мы готовимся к славанному дню, когда сможем вспомнить забытое на берегах потерянного острова Укайза. С каждым клочком земли, что отбирают у нас чужеземцы, эта мечта становится все более далекой. Раздувая ноздри, он смотрит в сторону моря. Руины в сердце джунглей. Они бесценны, и мы не можем доверить их чужакам. Спасибо за предупреждение, но я, пожалуй, пойду. Росара не разделяет моих мнений насчет тебя, а у меня их много. Если тебе удалось завоевать ее доверие, я был бы плохим воином, если бы не пропустил тебя. Однако, кем я буду, если я отойду в сторону и позволю диким зверям высосать твой костный мозг? Я разрываюсь надвое, видишь? Большим пальцем ноги Эмбета проводит по песку линию и задумчиво смотрит на нее. Ты благороден. Позволь, я возьму с тебя пример. Останемся друзьями. Он с интересом смотрит на вас. Сначала вы не знаете, чего ожидать, но Эмбета закидывает проведенную линию песком. Надеюсь, ты еще увидишь более радостные берега чужеземец. Эмбета уважительно склоняет голову. То есть, скорее всего, если бы мы не подружились в Ахаке, то у нас бы не было сейчас вот этого момента, да, что мы бы разошлись с ней. Так, что у нас тут есть? Захоронение еще. Давайте сначала захоронение обыщем. Примена Лана обычно сжигают тела своих погибших на кострах или придают их к морю. Но такие курганы означают, что неподалеку похоронен уважаемый богатый Реанго. Перед вами возвышается каменная гробница. Ее стены украшены барельефами с изображениями Тангалой Ангати. Видимо, здесь лежат останки одного из местных вождей. И находите на земле странный предмет, плотно обвитый лианами. Вы пытаетесь вытащить его из объятия растения, но те как будто сопротивляются вашим усилиям. В конце концов, в ваших руках оказывается причудливая Аркебуза. Проклятое сердце. Живой лес. Шанс 20% нанести разъедающий урон конусом по области от себя и вызвать у цели хромоту при атаке. Связь. Певчий. Следопытый волшебник. Вместе с Аркебузой в могиле вы находите письмо на небольшом листе, завернутом в промасленную кожу. Текст тщательно выведен угловатыми буквами. Ну что, поздравляю тебя, глупец. Не знаю, кто ты такой, грабитель могил или просто случайный воришка, но ты вступил в такое дерьмо, из которого просто так не выберешься. Ты нашел оружие, и вряд ли что-то из написанного мной убедит тебя вернуть его на место. Да будет так. Значит, слушай меня как следует. В некоторых лесах встречаются мрачные места, где задерживаются после смерти души погибших. Деревья висельников, зубучие пески, враги и прочие подобные места, где часто гинут путники. Такие места приходят минпугры, жадные до энергии душ. Я видел их. Моей работой было очищать леса и от них, и от прочих чудовищ. И в этой работе я был хорош. Хорош настолько, что по собственной глупости возгордился. Я убил здоровенную тварь, минпугру матриарха. Решил, что сделаю из нее трофей. Вырезал ее перекрученное деревянное сердце и смастерил себе новый рабочий инструмент. В нижней части письма осталось пустое место, словно части текста не хватает. Короче говоря, где эта штука? Она не квестовая. Где тарки бузы тогда? Подождите, она у кого-то в инвентаре, наверное? А, вот она. Связать душу можно, видите? А, связать душу можно с кем? Супевший, следопытый волшебник. Пережить этот предмет, чтобы открыть следующий уровень. Ну, у нас, по-моему, волшебник есть, конечно. Но у всех остальных нет. Ладно, пока оставим ее. Ну что ж, ребята, поехали. Обыскать руины. Порщинный тигр. Порщинный тигр. Порщинный тигр. О, свинь. Бальтия. Помоги, пожалуйста. Кампланка, помоги мне. Колючие лианы опутывают в илианку, стискивая ее в своих смертоносных объятиях. Ее фраза прерывается. Одна из лиан вокруг груди сжимает кольцо, выдавливая воздух из легких. Стиснув зубы, женщина изо всех сил отталкивает хищный побег и удается отвоевать немного пространства для дыхания. Бацо! Мерзкая трава! Она глядит на вас усталыми, надившись все кровью глазами. Что с тобой случилось? Нас отправил сюда директор Костол. Мы следили за экспедицией Вана, пытаясь выяснить, что им здесь нужно. Она бросает взгляд за пределы окружающих вас руин. Трупы. Мы нашли только трупы, но нельзя было уходить, не выполнив задание. Мы отправились дальше в джунгли. Что он удалось найти? К северу отсюда есть золотой прииск. Здоровая, тяжеленная штука. Один из наших забрал часть этого диска... А, золотой диска, не прииск. Один из наших забрал часть этого диска и с того момента все пошло наперекосяк. Кто-то напал на нас, пока мы отдыхали. Боги. Я проснулась, а изо рта моего коситы рос цветок. Пришлось вытягивать растение у него между зубов. А потом кто-то ударил меня сзади и очнулась я уже здесь. Как получилось, что это место забрало жизни двух экспедиций? Кто-то управляет местными тварями. Какая-то женщина. Она лезет тебе в мысли. Бальтия подносит к диску и рисущуюся руку. Я успела заметить только ее тень, когда она проходила мимо. Огромная, и ее дочки не слишком жалуют чужестранцев. Ты говорила что-то о золотом диске? Мы успели узнать о нем совсем немного. К тому времени, как мы его нашли, у него уже не хватало одной части. Я успела заметить только какие-то каракули уана. Могу поспорить, что именно за этим диском охотилась вторая экспедиция, но им повезло не сильно больше, чем нам. Давай попробуем сделать что-нибудь с этими лианами. Спасибо. Только не знаю, как мы с этим справимся. Она тянется, пытаясь освободиться из переплетенной массы растений. Если я тяну в сторону самые большие лианы, ты сможешь как-то выбраться? Альч, может быть. Лианы так тесно сжимают меня, что это будет довольно болезненно, но я не могу отказываться от помощи. Она одобрительно кивает вам. Потянуть лианы голыми руками. Ох, Мадич, а эта проклятая штука только сильнее давит. Бальтия морщится и сжимает зубы от усилий. Надеюсь, у тебя сильная хватка, Фрера. Или это может для меня плохо кончиться. Эдер, может ты попро... Я сильнее, чем ты думаешь, Сэра. Давай начинать. Сосредоточьтесь, вы хватаете вздолстую лиану подальше от самых страшных шипов. Вы мертвой хваткой держите лиану. Когда вы тянете ее, пытаетесь оторвать. Вы чувствуете, что растение сопротивляется, будто бы у него есть свои мускулы. Но со временем сопротивление ослабеет, и лианы отпускают в альянскую путешественницу. Вас вдруг охватывает странное ощущение, словно что-то ползет по вашему затылку. Демон! Прочь из наших владений! И стелесный голос снежной бури проносится по вашему разуму и улетает прочь. Бальтия, кажется... кажется, получилось. Агрочима! С громким стоном она поднимается на ноги, разминая мышцы, чтобы унять боль. Наш корабль бросил ягарь на другой стороне острова, но... Из всей команды осталась я одна, а одной мне не управиться с кораблем. Могу ли я попросить взять меня на борт? Мне все равно, в какой порт ты направляешься, лишь бы подальше отсюда. Добро пожаловать в команду, увидимся на корабле. Айдж, Кассита, до встречи на борту! Вытянувшись в струну и отдав вам честь, Бальтия умудряется улыбнуться. Улыбка, получается, искреленная от боли, но искренней. Путь? Я настолько безумна, что решила бы здесь задержаться, я бы ходила как можно тише. Почему? Угры, охраняющие эти джунгли, приходят в бешенство, когда кто-то приближается к их деревьям. Она кивает и уважительно отдает вам честь. Это урок, если слишком долго досаждать кому-нибудь, рано или поздно он захочет ответить. Так, ну ладно. Смотрите. Дерево. От дерева отвратительно пахнет гнилью и порчей. Ползущие по стволу побеги, плюща и его заостренные листья кажутся полными жизни, но сама жизнь это противоестественно. Этот остров наш! Убери свои грязные смертные лапы от нашего убежища! Голос исчезает со звуком, напоминающим скрежет когтей по дереву. Осмотреть дерево, чтобы понять, можно ли его исцелить. Кора бугрица и источает омерзительный сок. Где-то в сердце этого дерева еще есть жизнь, но злая порча и долгие века совершенно исказили ее суть. Исцелить нанесенный ущерб мог бы кто-то, тесно связанный с природой. Уйти. Опа. 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 Вскрительность джунглей. Пугра. Что там за запись-то в дневнике? Руины стали домом для пугара и других малоприятных существ. Причина этого, какой бы она ни была, может быть связана с моими поисками. Ну, здесь душа, смотрите какая-то. Так, а мы ничего не можем с деревом сделать, да, сейчас? Уже почему-то. Странно почему. Ладно. Ну, по идее друид здесь мог бы очищать это всё. Друида у нас нет. Этот фрагмент души вибрирует ощущением беспокойства и нерешительности. Когда вы подходите, он с отчаянной тревогой стремляется к вам. Прочитать душу. Вы убегаете, надрывно дыша, и сжимаете в обеих руках украшенное золотое кольцо. Вода доходит вам до бедра, мешая бежать. Но у вас ещё остаётся какой-то призрачный обрывок надежды, не дающий сдаться. Из джунглей доносится крик боли. Вы оборачиваетесь на вопль и с разбега врезаетесь в высокую фигуру. Существо наклоняет голову, разглядывая вас. Подхватив вас костяными когтями, она поднимает вас, словно куку. В панике вы успеваете рассмотреть испещренное ямами лицо и молочно-белые глаза. Посмеиваясь, она ловит золотое кольцо и вешает его на ветку высокого кривого дерева. Она рассказывает вам об ужасной судьбе, которая вас ждёт. Вы будете кормить её рощу, питать водой её детей, но она говорит это так, будто это великая честь. Хотелось бы вам её видеть. Видение растворяется. Давайте покачиваю своим фонарём, заманивая душу в его глубины. Смотрите, какое-то золотое кольцо на каком-то дереве, надо запомнить. Странно, что нельзя больше юзать деревья, но ладно, попробуем заюзать какое-нибудь другое дерево. Так, ещё одна душа, смотрите. Задержавшаяся в мире душа лениво колышется, словно гипнотизируя вас. Кажется, что она не знает, что её жизнь подошла к концу. Или ей нет до этого дела. Это золотое кольцо весело должно быть не меньше пальца и от аса, но вы не собирались уходить, не прихватив какой-нибудь сувенир. Что-нибудь, что заставит улыбнуться директора Костола. А потом под вашим башмаком хрустит, ломаясь пополам бедренная кость. И вы вспоминаете, разве этот остров не должен быть необитаемым? Может быть, экспедиция Иоанна обогнала вас на пути сюда? Золото, вдруг кажется, сдерживающим вас грузом. Вы выкатили колесо в пещеру, чтобы спрятать его. Но вы не проходите десяти шагов к берегу, как что-то большое, изогнутые конечности и зловонное дыхание поднимает вас в воздух. Когда тварь словно тряпку выжимает вас над жадными лианами, вы истекаете кровью так быстро, что забываете кричать. Зотя протягивает свой фонарь. Вспышка света в нем возвещает об очередной поглощенной душе. Здесь был тигр, давайте с ним разберемся. Надпись Каики дарит урожай, не требуя ничего взамен. Плод мертвых поддерживает живых. Это ж тут обнаруживает. Ага, понятно. так что тут надо будет обыскать сейчас кольцо малого отклонения чешуйка обсидиана ничья кошка малыш бабс ловкость присудим больше никак нельзя попасть что-то обнаруживает ага понятно это видимо то что этими руинами управляется щас видится дерево такое центральное видать пенилая дама и и и и Продолжение следует... Амолит защиты от болезни. Древяная фигурка паука. Эффекты пустынный паук. Призвать пустынный паук и два молодой пустынный паук. Эта фигурка из твердого дерева крепче, чем кажется. Хотя она явно сделана из цельного куска, стоит поднести ее к уху, как глубоко изнутри слышится далекий шортопот маленьких лапок. Так, кому бы нам дать эту штуку? А, здесь вирм есть. Ну, давайте поднимем зоти. Так, хорошо. Пока не будем трогать это дерево. Дерево гнилой дамы. То есть, возможно, это она и была. Надпись НГАТИ подарила избранному народу власть над водами. Так, это понятно, это диск. Давайте сначала все вокруг обследуем. Надпись Все живые. Обязанность защищать Адру. Боги накажут нас за нарушение этого обещания. Сюда наверх пройти никуда нельзя. Получается, единственное, что данное место, это вот здесь. Опа. Пещерная летучая мышь. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... пистолет отличного качества золотое внутреннее кольцо вот кстати помните на этом кольце вырезаны зателевые руны Уана среди них выделяются перекрещенные линии и другие символы но они кажется обрываются фазы проходящие вдоль нижней стороны кольца свидетельствуют что это деталь какого-то большого механизма так мы нашли только одну часть так а помните там было про кольцо на дереве может быть это и есть вот это кольцо и как же тогда его отсюда достать если здесь ничего нет это будет не очень хорошо ребята это будет очень не очень хорошо все что я могу сказать если это глюк игры надпись пусть мы скользим между островами но дом наш на прекрасном у Кайза тут ведь два дерева пугра вот это вот тоже дерево пугра видите а наверное вот это дерево ладно сохраняемся оберет нирианом щитовой атакам отклоняйсь щитом получаемый урон от оружия снижается по мере утраты здоровья противоядие шнурок раковин золотое внешнее кольцо шнурок раковин все отлично ну вроде бы собрали обе части того что нам нужно ну что ж поехали тогда сюда храм кстати к нам в голову как вы заметили никто особо не заходил никогда не видела ничего более прекрасного эта душа мечется делая панические рывки заметив вас она успокаивается и приближается к вам прочитать душу они смеялись когда вы часами карпели над дурническими письменами древних уана но вот настал момент когда они чешут в затылках а вы изучаете золотые буквы вы обещаете себе как стыд похвастаться этим на обратном противнике таку никто не верил что уана могли выковать такое устройство как это золотое колесо но вы ничего не говорили творение инвентансов отличались функциональностью но не красотой а это настоящее искусство поворачивая диск управления и нажимая на панели вы так погружаетесь в свои мысли что по ошибке вводите неверную комбинацию в диске открывается щель из которой вырывается газ вы падаете на колени и кашляете так долго что из газа успевает появиться существо чьи очертания сложно понять сквозь перину боли у вас зацерана аура влетает на панель зоте от нее исходит облегчение гигантский золотой диск покрыт замысловатыми узорами и надписями вы различаете символы растений зверей и лодок но никакого порядка или смысла в этом пока не просматривается вы замечаете что круглое углубление в панели подошло бы по размеру к гравированным кольцам которые вы видели в руинах осмотреть гравировку чтобы попробовать увидеть единый узор вы видите вроде бы совпадающие участки узора они находятся на противоположных сторонах но кажется могли бы сложиться в единое целое углубление в центре напоминает панель управления с помощью которой можно было бы изменять положение движущейся части диска но пока там чего-то не хватает прощаюсь в главную надпись всем потерявшихся братьям и сестрам пусть эта карта приведет вас домой и родное племя примет вас свои объятия надписи помнят забытое мертвецами отдыхайте в этом убежище познайте его мудрость и доправить знания вращающие колеса рукой уложить в панель золотые колеса круги встают на положенное место легко встраивайтесь вокруг центральной оси на внешнем круге есть надпись ироническим алфавитом уану внутреннее колесо украшено четырьмя символами вы узнаете столпы сияющей адры местный плод каики знак искусства заклинателью воды а также особенно тонко проработанный остров судя по всему эти надписи как-то связаны между собой в этом острове явно есть что-то особенное его окружают особо замысловатые руны и кроме того его позиция послужила исходной точкой для всех написанных на карте координат это у кайза на внешнем кольце есть точки подсказывающие что его нужно последовательно поставить несколько положений начиная с указанного с одной точкой заканчивая тем где их четыре поставить кольцо в первую позицию первая надпись гласит их корни растут из непроглядного чрева рекуху однако их дар долгожданное утешение внутреннее колесо можно вращать так чтобы подвести к надписи какой-нибудь символов думать что адра вы поворачиваете колесо до тех пор пока надпись не совпадает с символом сеящей адры панель слегка выступает над поверхностью диска и вы понимаете что у нее вполне можно было бы нажать нажать вы нажимаете на панель и слышите какое-то тугое вращение где-то в глубине диска золотые кольца вновь приподнимаются готовые вращаться по вашему желанию продолжить следующая надпись гласит наш драгоценный завет эти одеревенелые члены хранят архипелаг ну я так понимаю что кайки вы поворачиваете колесо до тех пор пока надпись не совпадает с символом плода кайки колеса передвигаются с усилием как видно сказываются долгие века без должного ухода откуда-то внизу снова слышен стон шестеренок следующая надпись гласит нгатя подарила избранному народу власть над своим темным своевольным царством но это вода вы поворачиваете колесо до тех пор пока надпись не совпадет с символом заклинателей вод откуда-то из глубины доносится какофония стонущих шестеренок пока непонятно хорошо это или плохо и последняя память последняя надпись гласит наша память наша цель наш дом куда бы мы ни смотрели он всегда в наших мыслях ну и у кайза вам приходится умножаться все силы но колеса все же встают на место следует долгая тишина вы спрашиваете себя верно ли разгадали комбинации что будет дальше из крошечной трещины в металле вырывается струя газа вам жжет глаза и вы отшатываетесь одна за другой панели пощелкивают возвращаются к исходному состоянию диск словно бы подначивает вас предлагаю попробовать еще раз ну тогда что лодка а деревенелые члены охранят архипелаг значит адра заклинатели ворду и у кайза поработав с панелью вы по-новому совместили кольца внутреннего диска теперь рисунок точно совпадает пересекающаяся линия образует изображение архипелага складывающее изображение представляется бы не совсем карту а скорее перечень островов и координат выстроенных относительно друг друга вы уверены что в некоторых указанных местах теперь только открытое море сейчас построить маршрут по такой карте было бы невозможно среди прочих островов выделяется название у кайза вы снимаете с готового диска обтирку судя по всему это система координат оставалась нетронутой несколько тысячелетий возможно ваша находка окажется кому-нибудь полезным схема уана эту копию карты вы сделали в проклятых руинах Матаро Козе на ней приведена сложная система навигации которой древние уана пользовались чтобы всякий потерявшийся путник мог найти дорогу домой катастрофы изменили облак архипелага мертвого огня и координаты на схеме стали бесполезны но все же упоминание у кайза делает эту копию чем-то больше чем просто любопытной диковинкой для историков а вот следует ли доверять такое сокровище каждому встречному это уже другой вопрос золотые кольца накрепко встали именно в таком положении и сдвинуть их невозможно что уничтожим ну что уничтожим его не трогаем давайте не будем трогать но его еще можно уничтожить да теперь когда внутренние и внешние кольца совмещены диск снова может выполнять задуманные функции он вновь похож на навигационную карту архипелага каким был когда-то в древности давайте почитаем задание вернуться к принцу рухи давайте не будем трогать потому что это как бы то что должно луана привести правильно к разным местам вот плюс а сейчас скорее всего мы встретим того человека точнее того уана да который нас только что чуть ну в начале с которым мы разговаривали да возможно ему не очень понравится если мы это уничтожим и кстати нам бы еще с Серафеном поговорить давайте поговорим с Серафеном пока не вышли отсюда это скорее всего еще по прошлому заданию здравствуй капитан есть минутка Серафен вздыхает и зажимает переносицу между пальцев Зоти вроде неплохая девчонка но в общем она попросила меня залезть ей в голову я сказал что ничего не видел но это неправда что ты видел темноту капитан почти все время было темно потом было пламя которое все сожгло он поеживается и вы чувствуете как от него идет ледяная волна она накрывает вас и вы оказываетесь на главной палубе корабля это не по кору сверху на вас давит что-то невидимое корабль под ногами стонет он может наблюдать вы одни не считая трупов Серафен Эдар Зоти Алот и многие другие в их широко распахнутых невидящих глазах отражаются пылающие небеса а под вами бурлит кипящий океан в громким треском корабль разламывается на части и вы падаете в воду которая то ли обжигающая холодна то ли леденящая горяча видение заканчивается и вы снова видите перед собой синего орлана ты должен рассказать ей правду Серафен подмигивает вам поднимая руку колбу да я боялся что ты скажешь что-нибудь такое я коснулся ее разума но потом что-то затянуло меня и не отпускало кажется много дней я раньше ничего подобного не видел иногда у морских волков бывают кошмары да такие что я спать с ними в одной каюте не могу но это больше похоже на конец света чем на сон я знаю что зоте снятся кошмары ты мог бы помочь ей ты прав капитан мы все заслуживаем шанс побороть наших демонов я попробую помочь ей еще хочет поговорить синяя как море бровь приподнимается над глазом оттенка прибережных лун ты так смотришь капитана что скоро дырку во мне просверлишь я бы предложил проверить твою голову но предпочитаю не давать обещаний которые не собираюсь выполнять я знаю что дела на саюки могли быть и лучше но они могли быть и хуже я в порядке как это ни странно если ты хочешь поговорить я слушаю не знаю что и сказать капитан он отводит взгляд нет мне так жаль что тебе пришлось пережить такое если я могу что-нибудь для тебя сделать только скажи я благодарю тебя за сочувствие мы должен рассказать ремара поступил правильно помни об этом эти ублюдочные работорготцы заслужили такой конец они заслуживали самого худшего уверен ремара прикончил их быстро и безболезненно совсем размяг с возрастом он улыбается несмотря ни на что я рад служить под вашим началом капитан хронится отворачивается ну ладно безболезненно под ремар пик я танк из-за так кого там нужно грохнуть на острова к востоку от зубов маграна или все-таки сдадим сначала никитаки давайте наверно сначала сдадим а потом все остальное так а куда нам нужно у него можно в земнике таки в змейном что а а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Так, проклятие, не знаю, как это вышло. Клянусь, обычно я куда проворнее. Сколько видал неумелых игроков в Орландскую Орлянку, но ты всех переплюнула. Может, я просто поддаюсь? Что-то мне подсказывает, что это не так. Так, давайте, наверное, подождем до полдня. Вот так. Ну, смотрите, это прям какая-то толпа такая. Так, теперь не вспомнишь, где этот принц Ройхи стоит. Субтитры создавал DimaTorzok Принц Ройхи, вот он. Не заставляй меня гадать, я говорю. Тебе удалось найти Матаро Козе? Ройхи приподнимает бровь и жестом приглашает вас ответить. Мне жаль, на твоей экспедиции не удалось выбраться с Матаро Козе. Значит, я послал товарищей на смерть во имя племен и призрачной надежды. Пусть Нгати вознаградит их за смелость, а Вайдика за верность. И довернутся они к нам, как Раанга. Ройхи поднимает дрожащую руку, касается находного лба. А что насчет находок, хранитель? Они обнаружили что-нибудь об Укайзе? Мне удалось найти эту древнюю навигационную схему Уана. Принц молча берет схему, поднимает ее к свету и тщательно осматривает, не пуская ни единой мелочи. Его руки, держащие листок, дрожат. Весьма необычное перечисление островов, я говорю. Положение каждого указано по отношению к... Его палец в сценарии с лночки Укайзе. Руфи кивает. Любопытно, выходит, что древнюю Уана считали Укайзе центром мира. Экером. Впрочем, я пока не встречал никаких опровержений этому их утверждению. Нгати ставит нам препоны на пути, но все же старая схема это лучше, чем ничего, я говорю. Не прекращая хумыляться, Руфи сворачивает листок и бросает вам тяжелую кошель с монетами. Плавание в незавиданных водах дорога обходится. Экера, я возмущу тебе расходы. Вот, держи. Бросает еще один кошель, полегче. Когда мы узнаем достаточно, моя сестра отправит на поиски весь флот, и мы будем искать не хлебные окрошки, а потерянные Укайзе. Кулачок Рагуожи посладе от Вахаки, чтобы отвадить незваных гостей. Для чего они так защищают Матаро Кози, когда тайны острова могут помочь всем Уану? Когда-нибудь я непременно поговорю с их Раанга, чтобы уладить наше разноглазие. Больше рассказывать вот нечего. Что ж, для одного дня этого и так слишком много. Даже для могучего воина. А Рухи зато еще потирает лоб. Я отправил экспедицию, чтобы узнать об их участи, а затем послал еще одну, чтобы найти ту. Их смерти на моей совести. Он встречается с вами взглядом. Они достойно служили тебе. Мы на шаг ближе к Укайзе. Экера, именно так. Пусть все, кто пал на Матаро Кози, ускользнут из пасти угря, Иоана и чужаки. А Рухи вздыхает и опускает голову. Вперед, к лучшим временам, говорю я. Если Укайзе возможно найти, то есть и шанс, что надежды нашего народа исполнятся. Улыбка синяя Девухму радится. Слишком многое случилось, чтобы тратить время на болтовню с ее царственным братом. С этих пор тебе всегда рады наверху, в саду Аниказы. Только будь поласковее с ее котиками. Работать с тобой было сплошным удовольствием. Сейчас ты так говоришь, но Аниказа платит куда лучше, чем ее царственный родственничек. И пусть ветер ласкает твои паруса. Рухи похлопывают вас по плечу и с улыбкой кивает. Это честь для меня, Вестимбераса. Так, получается, завершили мы это задание, Последнее пристанище. Ну что ж. Все. Получается. Парочка наград за голову. И мы можем отправляться в основной сюжетке, потому что все побочные задания уже сделаны. И вряд ли будут новые, потому что мы их уже все как бы набрали. То есть мы же никакого, наверное, нового города не откроем. Правда, у нас есть еще куча мест на карте, которые можно было бы посетить. Которые, помните, нам по уровню не подходят. Вообще, кстати, интересно. То есть у нас сейчас 19 уровень. И нам все равно по уровню не подходят некоторые. И нам все равно по уровню не подходят. И нам все равно по уровню не подходят. А, подождите, 0 медиа. то хорошо так ну что ж тогда наверно мы идем отдыхать в кобылу потому что у нас уже была травма неправильной комбинации да я думал что мы будем еще у кайза скальп тоже но как оказалось нет по крайней мере на данном этапе ну что ж ребят я думаю что на этом мы с вами серию сейчас и закончим потому что время уже подошло к концу вот мы довольно неплохо сегодня потрудились сделали последние побочные задания почти последние посмотрим что будет дальше но сегодня это все с вами был риторм спасибо за просмотр ребят пишите комментарии оставляйте отзывы задавайте вопросы подписывайтесь на канал ставьте лайки до следующей встречи